Всем привет, с вами Родригес, мы продолжаем путешествие наше дальше. Так, мы сейчас в лагере, никаких новостей, я вот спрашиваю. Я заполнил сейчас всех наших коллег, коллег, партнеров, друзей наших, братьев и сестер. В общем, с зелем полностью, и я вижу, что они у нас прокачались. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать для них, какие моменты мы можем прокачать. Так, варик. Варик мы, как обычно, будем усиливать его замечательный арбалет. Цепная реакция. При взрыве стрелы разлетаются. Шарапнель, наносящая тем больше урона, чем больше в окрестностях взрыва находится врагов. Хорошо. Так, следующий. Кассандра. О Кассандре мы усилим. Так, опыт работы со щитом защищает вас от стрелковых атак спереди. Ранение лишь заставляет вас сражаться отчаяннее, теряя здоровье, восстанавливать выносливость. И благодаря отобранным техникам. Так, давайте со щитом прокачаем опыт работы со щитом защищает вас от стрелковых атак спереди. Мы часто все-таки встречаем лучников. Поэтому, я думаю, будет этот навык полезен. Сулас. Сулас. Наш волшебник. Мак. Я посмотрел, что у Суласа есть потрясающая линейка развития. Вот у него, смотрите, здесь, значит, критический удар. Так, это понятно. Вы владеете искусством призывания огня. Повышаете ваше умение поджигать врагов, повергая их в панику. И вот этот вот мне навык очень нравится. Огненная мина. Вы рисуете на земле руну, которая некоторое время заражается, заряжается, а потом начинает действовать. Как только от действующей руны наступает враг, то загорается, нанося врагу урон, ошламляя его. Я хочу такую руну. Такую, господи, не руну, а огненную мину. Вот. Ну, давайте будем усилим вот этот его навык под названием пожар. Жертвоприношение жжет сильнее, восстанавливается быстрее, благодаря чему можно поливать врагов огнем. Интересно, как это будет. Так, ну, вроде все. Все у нас... Так, все, все, все прокачались. Мы готовы идти дальше. Я переместился до ближайшего лагеря. За кадром я продал все, что нам не надо. И мы на пути в... Как это правильно назвать? Окулярум. Окулярум. Пойдемте к окуляруму. Отдохнувшие, посвежевшие. Мы отправляемся туда. Так. Что тут еще интересное можно найти? По дороге, естественно, много кровавых лотосов. Которые нам в дальнейшем пригодятся, я думаю. Так, нам куда-то вот ту степь. Что-то мы немножко... Да, вон туда. Так, находим осколки, замеченные. З... Так, и еще последний. Отлично. Ну, пойдемте собирать. Так, там внизу, я смотрю, какой-то замес. Серьезный прям идет. Маги там что-то буйствует. Мы здесь спустимся. Кстати, солосу я нашел новый... Эм... Жезл. Вот как раз мы сейчас попробуем его проверить здесь. С нашими друзьями. Опа. Да, неплохо. Все. А здесь идет битва. Здесь храмовники на западе. Война магов и храмовников выгнала людей из домов. Вся местность в опасности. Да, действительно, здесь творится нечто невероятное просто. Ужасающая схватка. Так, где? И-и-и-и-и. И-и-и-и. Вот так вот, да. Отличный, кстати, удар на троечку, который у нас поставлен. Вообще шикарный. Так, что это? Мышка у меня пропала. А, на нас опять напали. Ух ты, Солос. Это Солос сделал, да? Мне прям захотелось прокачать мага, не знаю почему. Мне нравится, как он... ...бьется огнем. Кто, где? Он тебе далеко? Отлично. Так, я вижу, там осколок, по-моему, в самом доме находится. Варик, ты чё там по огню бегает? Ты смотри. Гномья Рунаделия. В алмазных залах Арзамара расположились хранители столь древнего каста гномьего общества, что сами гномы не знают, где и когда она зародилась. Они ведут исторические хроники для народа, которые, не зная ни солнца, ни времен года, отмеряют время лишь жизнью и смертью королей. Но они не просто историки, они мастера. Ибо живая история гномов не пишется, а куётся. Хроники гномов не руны, искусственно изготовлены из лириума. И они содержат мысли тех хранителей, что делали их. Понятно. Изготовление рун занимает не только хранители, руны не обиходного применения. Руны для обиходного применения делают из лириума и другие, реагирующие на магию металлов, многие члены касты кузнецов. Эти руны при нанесении на тот или иной предмет могут наделить его удивительными новыми свойствами, что роднит их с тевентерскими рунами. Но руны гномов встречаются повсюду, в том числе в художественных работах. Они всегда служат практической целью, по крайней мере такой, которая была бы очевидна. Их вырезают на домах или лавках, вышивают на одежде, вытравливают на стекле, даже рисуют на цветочных горшках. Понятно. Ребята, читаем на паузе. Информация, конечно, интересная про руны. Брат Дженитиви. Брат Дженитиви. Гноми, руны. Мы скоро до них тоже доберемся. Так, куда же нам... Как нам попасть-то туда? Оба, мозаика. Фрагмент мозаики. Мы нашли третий фрагмент мозаики. И что еще? Надо отсюда как-то еще выбраться. А, вот он, осколок. Все, уходим. У нас и наготове, потому что тут кругом ходят... А, вон битва идет. Пойдемте, разберемся. Еще меня отоварили как-то, а? Мак, мак. Эффектный удар. Удар в спину, который вообще шикарный. Так, ну мы взяли один. Пойдемте второй осколок найдем. Так, у меня низкое здоровье, что-то я даже... Так увлекся, что не обращаю внимания уже на здоровье. А это очень важно. Пойдемте, друзья, сюда. Эй, он же должен был еще... Еще тут кто-то, а? Все. Так, мак. Это опасно. Так, Варик, выпей-ка. Отведай-ка с надобья. Вот такая здесь схватка. Так, пойдемте сюда. Ну, эту территорию-то мы зачистили. Ух ты, нужно наверх подняться. Нет, нет. Нет. Нет, нет. Все, кто-то, но Донан, все осталось в обзорах. Это ком? Мы все еще говорим о книгах, или вы спросите, если кто-то я знаю, это секретный акцент? Ха. Варик выгораживает гномов, что... гномы пишет так, как оно есть на самом деле. Правдорубы. Утверждает он, видимо, это имел в виду. Так, вот еще один осколок. Мы попали в ведьмин лес. А за нами слежка. За нами шпионы. Мага, мага, валим. Ух ты, как он перемещается быстро, а. Шикарно. Вообще отлично. Так, вон еще ребята. Шитовика, валим. Прекрасно, прекрасно. Я прям получаю удовольствие от наших битв. Детали оружия, этот предмет, материал для исследования. Отнесите его специалисту по существам, чтобы узнать больше об этом виде. Хорошо. Хорошо, да, здесь прям оборонительная такая прям позиция была, которую мы размотали. Давайте дальше двигаться. У нас еще один осколок. Это где-то здесь. Так, здесь мы, наверное, не залезем. Что-то мне так кажется. Ну вот, прекрасно. Собрали мы все осколки. Так, давайте сюда сходим. По пути зачистим. Все что ли, нет? Или он жуткий? Кажем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok мак варик выпить тоже как там наверх забраться вот момент так ты чё прыгать придется наверно да не знаю но вряд ли да что такое ого здесь схватка я прям в центре нормально нормально так еще у нас остался маг опять же все добили на этой локации я не знаю вообще бесконечное количество врагов или это будет заканчиваться сколько уже валимах все надо найти способ как подняться и взять там задание наверху какое-то есть интересное на скале ухты здесь добычи сколько у нас накидано так ну пойдемте вроде бы врагов стало меньше и они сейчас нам дадут о так все же пока понять понять не могу как залезть нам наверх а здесь внизу все есть 10 внизу у нас пещерка небольшая скрывает сундучок а спа никак они не могут так крепость магов отступников устал от того что безмозглые идиоты сковывают тебя своим страхом приходи ведьмин лес следуй за знаками здесь мы свободны своем ремесле здесь мы сможем стать новыми богами какими всегда и были на самом деле письмо написано размашистым взволнованным позерком без подписи смотрите костер как-то вот он на нем к печать по моему по моему все вот отыскали у нас появилось какое-то видимо задание да вот он война магов так а здесь защищать будет территорию ух ты усуршал там куда со спиной мне хватает одного удара чтобы убить мага а вот спереди как мы сейчас пробовали я наношу ему где-то половину всего лишь урона его здоровье пойдемте сюда ведьмин лес здесь такая легкая дымка везде и действительно похоже на ведьмин лес достаточно жутковатое местечко со спины грамотно получается все отлично молодцы ребят все молодцы дружная команда у нас становится вообще сплоченная до века что века пропустил удар так я думаю пора сохраняться прошли в принципе выпьем все я уже понял что сохраняться в этой игре надо часто потому что бывает попадешься такую ситуацию что не вырулить смотрите какая-то белая белое дерево белый кусок что это значит так нам просто нужно зачистить от территории так понимаю они наверное это имеет виду так поставим здесь я правильно иду нет так что здесь так что здесь мы пробежаемся к отступникам нужно быть осторожными нужно быть осторожными хорошо мальчиком 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 у нас на все прекрасно прекрасно идем пока отлично пока без потерь все хорошо единственно мне нужно было немножко подкрепиться мы прокачали 5 уровень я уже понял сколько спаму там с изначальных серий когда мы проходили мы помним в одной серии зашли что здесь зашли значит в одну область мы увидели дракона который нас на удара чуть не убил вот я с тех пор понял что нам нужно осторожным быть потому что локации здесь разные разного уровня так не знаю даже заходить туда не давайте сохранимся попробуем зайти если это возможно что там вдруг мы сможем выжить вдруг мы выстоим это у нас наверно только маг может пошел за место какой-то так мага-мага-мага валим ребятки ребята осторожно варик выпей тоже Ага. Какой-то жесткий был, дядя. Гнев лавиаса. Посох уникальный. Ух ты. Урон холода. Какой-то модный посох. Жаль, что мы на огонь начали прокачивать, да и в будущем может и холод прокачаем, естественно. Я уже не стал распыляться. Выбрал одну ветку. Решил просто солоса качать по огненной ветке. Она мне больше нравится. Огненная, эффектная такая. Крутая. Выглядит офигенно. И урон, мне кажется, должен быть достойный. Я думаю, здесь нужно сохраниться. Победили. Небольшой схватки. Мы победили в битве, но не выиграли войну. Интересно, здесь в ущелье они обосновались. Так, что это здесь такое? Ух ты, Оникс. А нам же нужен Оникс. Как воздух. Пять Оникса. Громовой посох. Так, тут еще проход какой-то есть. Может быть, нам нужно магам? Нет, не знаю. Навряд ли. Так, ну вроде я все обыскал. Так, еще вот здесь еще немножко королевский эльфийский корень. Возьмем. Достаточно редко, кстати, встречается. Секретов здесь. Я в таких играх люблю находить какие-нибудь секретные места. Меня прям аж прет, когда найду что-нибудь интересное, какую-нибудь секретную комнату. Вообще, приносит дикое удовольствие. Вау. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, на этом мы будем серию заканчивать. Мы в Ведьмином лесу. Сейчас наводим порядок. Вроде бы мы как с этим справляемся. Достаточно успешно. Впереди еще у нас огромное количество где можно еще различных миссий, куда можно еще сходить. Вот я, наверное, пойду на запад. Раз уж я начал уже сюда куда-то вот в эту сторону отправимся. Но мы это сделаем в следующей серии. С вами был Родригес. Я вам желаю успеха, удачи, вам хорошего настроения. Обязательно, друзья, чтобы у вас были всегда на позитиве. Смотрите следующие серии, ставьте лайки. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока.